Просмотр мультфильма или художественного фильма — это не просто времяпровождение. В школе номер пять — это одна из форм урока литературы. Так, например, учащиеся четвертого класса знакомятся с творчеством прозаика, драматурга и поэта Евгения Шварца. В октябре отмечается 120-летие русского писателя. Вот такие уроки, где дети знакомятся с книгами писателей, слушают их аудиоверсии или же смотрят фильмы, снятые по тем или иным произведениям, проходят часто. И в этом большую помощь оказывает школьная библиотека. Она работает со дня основания учебного заведения. За это время изменилось многое. Появился и компьютерный уголок, медиатека, есть мини-кинозал. Серьезно обновился и книжный фонд. Общий фонд нашей библиотеки составляет 28 тысяч экземпляров. Из них 18 тысяч приходится на учебную литературу. Библиотека наша никогда не пустует. Ребята сюда ходят с удовольствием. По словам учащихся, приходить в библиотеку стало приятнее созданием здесь комфортных условий. Здесь сделали ремонт, очень хороший. Появились телевизоры, компьютеры. Много стеллажей с книгами появилось. Стало, наверное, чаще ходить детей сюда, читать книги. Кстати, благодаря установке системы Аверс библиотека работа автоматизирована. Теперь формуляры и картотеки вмещаются в одном компьютере. Библиотекарь видит, у кого находится книга, сколько времени и посещаемость читателей. Так, самым читающим классом признан второй В. В классе 30 ребятишек. И каждому из них нужно побывать в школьной библиотеке хотя бы один раз в неделю. Для того, чтобы выполнить домашние задания. В таком направлении ведет работу учитель начальных классов Елена Кальянова. Это влияет на успеваемость детей в учебе, говорит она. Ну а самую читающую ученицей школы признана Анастасия Шевченко. Четвертый В класс. Я люблю читать рассказы о школе. Например, как в Драгунске. Потому что дети все время играют между собой. Впрочем, как оказалось, читать любят и ее одноклассники. Многие увлеклись в чтении после первой интересной книги. В первый раз я пришла в библиотеку во втором классе. И мне пригляделась книга «Подвиг Ленинграда». Я ее прочитал. Книга мне очень понравилась. После того, как я принес ее обратно, я взял книгу «Военные рассказы». Я читал приключения волшебного изумрудного города. Приключения электроника. Я много читаю. Я часто сюда прихожу. А вообще какие книги любишь читать? Я люблю читать рассказы. Всякие стихотворные в форме. Фантастику люблю читать. Все, чтобы захватывало. Мне вот это все нравится. Большую помощь оказывает библиотека и старшеклассникам в подготовке к экзаменам. У меня выпускной класс. И мы готовимся к сочинению рассуждений по литературе. И сдаем экзамен прямо вот буквально скоро. Скоро 7 декабря. И, конечно, ученикам надо прочитать немало книг, перечитать и прочитать новые книги. В этом, конечно, интернет является помощником. Но вот электронные книги, они воспринимаются совершенно на другом уровне. То есть нельзя потрогать книгу, полистать страницы, почувствовать запах, соприкоснуться с переплетом книг. И на уроках, вот в старших классах в особенности, да и в среднем звене тоже, мы предпочитаем работу именно с печатными изданиями. Учащиеся также предпочитают для чтения печатной версии книг. В библиотеке очень много произведений, которые помогут при издаче ЕГЭ в следующем году. Но я больше предпочитаю печатные издания, потому что когда ты читаешь книгу, ты общаешься с автором. И можно делать какие-то в книге пометки, вернуться назад, прочитать что-то заново, подумать о чем-то. Я люблю все-таки читать больше классику, потому что классика помогает развивать речь, и в дальнейшем она помогает в сдаче ЕГЭ. Мой любимый автор, наверное, Александр Сергеевич Пушкин, так как он считается великим поэтом в России. У меня много любимых его стихотворений, но, наверное, самое любимое – это к письму. Таким образом, чтение и по сей день не утратило своей актуальности. И чтобы идти в ногу со временем, школьные библиотеки постепенно уходят от привычного понимания специального места, где только берут или возвращают книги. Здесь дети общаются, готовят уроки, знакомятся с творчеством писателей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...